Привет! Привет, Жора! Всем привет! Сегодня передача ОСОБА! Всем привет! Сегодня, наверное, еще один будет влог. Передача ОСОБА у Жорика все время почему-то. И мы идем в кинотеатр. И мы идем в кинотеатр на фильмы Spongebob Movie. Посмотрим, что это за муви такое. Идем в наш раздолбанный кинотеатр, потому как время нам подходит. В общем, сейчас час дня. На час мы идем. Очередь стоит, обратите внимание. Будем смотреть в 3D. Ну вот, фильм, кстати, в 3D я уже сказала. Сейчас покажу, какая очередь стоит за покорном. В общем, встали ему в очередь за попкорном. А бывают мужчины вообще. Он еще с цветочком. Ага, да? Не, у него что-то есть там уже. Я что-то есть на боку, да. В общем, возьмем попкорн, пепси, как обычно. Все самое вредное. И пойдем смотреть. Лиза сегодня закончила четверть на дне пятерки. И что я хотел сказать? Я хотел сказать, что на Spongebob я не хотела идти. Ну, самый уйтик нормальный. Но думаю, боже мой, фильм уже Spongebob, это уже совсем извращение. Ну ничего. Посмотрели анонс. Вроде бы так весело. Сейчас пойдем посмотрим. Ну что, вышли мы уже из этого кинотеатра. Что вам хочу сказать? Никогда нам не было так жалко потраченных денег. Просто сидели, думали, когда же это уже безобразие закончится. Так что не советую я идти на этот фильм, если кому-то захочется. Спонжбоб, как он называется? Спонжбоб, что-то там, да? Спонжбоб. А, из воды, из воды. В общем, то, что показывали в рекламе, то, что мы ожидали, это буквально там последние 15 минут фильма, да? Такие городские приключения, а все остальное такая муть, что просто не советую. В общем, даже детям было неинтересно. Перед тем, как ехать за продуктами, решили немножко по нашему моллу прогуляться. У нас время есть. Ну мы обычно редко что-то тут покупаем. Ну так, пройтись время потратить. Почему бы, нет? Только блестяшек всяких навешано. Я говорю, вот это платье напоминает мне в стиле Эллочки-людоедки. В 20-е годы, да, ретро. А вот вообще такое все блестящее. В пайетках. Куда его носить такое? А вот мы с Лиской нашли платье, которое у Лизы купили за сколько? За дешево. Ну тут оно немножко преобразовано, но практически такое же. У Лиски тут сеточка, у Лиски красивее даже. Так вот я вам сейчас цену назову. Пойдете. 108 долларов. А мой Лиза там в районе 15. Сколько мы тебе купили? Даже не помню. Ну 11 мы другое покупали, а это... Ну так, а так ничего интересного здесь. Чуть-то не рады непонятны. У меня вот интересно, вот висят шорты. Какой смысл в том, чтобы делать шорты такими теплыми? Я не понимаю. Они такие массивные, огромные. Карманы такие здоровые. Как будто это шуба какая-то. Хм, все что там? Ужас. Цены, конечно, в ГЭПе отстали. Просочки хорошие. Тоже 7 долларов. Нет, спасибо. Пошли мы дальше. Мы еще смотрим чемпионат мира по фигурному питанию. А то Жора у нас тут раскопризничается, захотелось срочно есть. Мы ему купили пиццу. А теперь ему пить уже надо. Теперь его надо пить. Кстати, в Америке вы в любом месте, в любом кафе можете попросить стакан воды бесплатно. Я сейчас подошла, ну там где пицца, попросила стакан воды обычной. Мне дали стаканчик и все. И даже не проверяли, что я набираю вот в этих автоматах с водой. Там Pepsi, Fanta. Вот, вот таких. Один из краников там вода. Но мне даже никто, конечно же, не проверял, что я набираю. Но я по-честному набрала воду. Пошли на кошечек посмотреть. Старенькая. Нет, не старенькая. Два года. А такой уставший. Красивый котяра. Нет никого? Нет. 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 Мне нравится вот эта кошка. Я бы себе такую домой хотела. Никого нету? Замена. Плачет. О, толстенький какой. Это девочка. Чёрнка толстенькая. А, старенькая. Больше 8 лет. Знаете, что тут написано? Ему два года. Он чёрно-белый. Меня зовут Ван Дизель. Может быть, вы возьмёте меня домой. Я люблю фильмы такие, как этот Форсаж, когда много движения. Мы можем сидеть на твоём диване, смотреть эти фильмы. Я могу слизывать масло с твоего попкорна. Что ты думаешь об этом? Что ты скажешь? И тут рассказано, что он уже стерилизован. В общем, микрочип у него, вакцины все. То есть, не стесняйтесь, заполняйте аппликации. Я обещаю, что, в общем, украшу вашу жизнь и дом. Вот тут у Ларак первомутровые тени. Все такие блестящие. Мы сейчас в Ульте. Но здесь почему-то никогда не бывает скидов. Очень мало скидов в Батер Лондон. Здесь наборчик Бернурал. Был 24, стал 16, 67. Мне кажется, что они что-то подобное уже есть. Сейчас мне два. Такой набор ещё огромный продаётся. Что-то такие наборы не сильно, а вообще с этой стороны. Это вот эта помада. А тут опять тени. Там тут щётки. А ещё карандашики всякие. А сколько он стоит? Чего? Четырнадцать долларов он стоит? Совсем что-то копейки. Замосьми. Вот эти штучки, массажёры для лица. Так и хочется воспользоваться. Только что-то они не работают. Классные такие резиночки. А здесь такие шарики. На ощупь приятные. Так, сегодня в клинике. Акция. Покупаешь что-то дороже 27 долларов. Получаешь бесплатно вот такой наборчик. У них куча наборчиков стоит. Сейчас спрошу сколько крем стоит. Вот тут что я беру обычно. Если он... Вот это мой. Если он в эту цену войдёт, я его куплю. Вот это вот захотелось мне такую щёточку, но пока возможности не имею. У нас уже день хорошо так увеличился. Раньше где-то без десяти пять, да, темнело. А сейчас уже без двадцати шесть и ещё вот такие сумерки. Новые. Кстати, ничего я не купила в клинике. Потому что раньше был подарок от двадцати шести долларов. Поэтому я покупала крем и подарок получала. А сейчас от двадцати семи долларов подарок и крем двадцать шесть. Поэтому я решила пока крем не покупать. Тут ещё гуляем по вегменту. За продукты мы пришли. Тоже все у нас тут дорожает. Виноград стоил раньше доллар девяносто за паунд. Сейчас стоит два девяносто девять. У нас без кошечек. То есть на доллар подорожал за паунд. На два доллара за килограмм, грубо говоря. Лук, доллар. Вот такой маленький предсчёт. Регистов. Пять регистов. Доллар пятьдесят. Так, и тут Эгенина любимая еда. Но тут она очень дорогая. Это фиговый кейк. Типа фиговый торт с орехами. Но в биджейсе он намного дешевле. Есть прошутка. 22 доллара за паунд. Есть уже порезанные мяски. Сразу брать и на стол класть. Проходим мимо. Донатцы тоже мимо проходим. Дейблсы вкусные с крем-чизом. Не берём. Ну что, рыбу хотите опять такую взять? Опять хотите такую рыбу взять? Обалденная. Подожди, код фиш, вот эту. Это треска пять. Кусочков стоит 15 долларов. Килограмм. Возьмём? Да. Потому что она очень вкусная такая мясистая. Вкуснятина. И вот это вот обалденная тоже вкуснятина. И сегодня, кстати, есть коробочки. Можно взять. Нет, эти коробочки нам не подходят. А, вот эти подходят. На завтрак можно взять. Вот это не очень вкусно. Что? Возьми. Какая маная. Глубая. Какая маная. Какие ещё? Сыном он вообще в ванилу. В ванилу. В ванилу. В ванилу. Ну, сейчас нету курицы. Грудки, вернее. Это свинина. Поэтому мы берём, возьмём в общую упаковку. Ну, а общая упаковка это вот такая вот. Вот такая. Три грудки, но мы возьмём побольше. Какие здесь шикарные орхидеи. Красота. Белые, розовые. Какие цвета пукси. Нежные, тёмные. Шикарные просто. 25 долларов стоит. Горшочек орхидей. Мишка хорошенький, да? А лягушки какие классные. Масло берём. Тоже вегмановское. Хорошая маслица. Можно взять органик. Но разница в цене приличная. А разница в качестве неизвестно. Ага. Так что вегманс хороший магазинчик. Он немножко отличается от других. Это наши местные, в нашем штате. И то не во всём даже. Ой, 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 ой. Молоко. Молоко здесь подается в галлонах. Практически 4 литра молока. А вот этот отдел самый, самый лучший. Здесь можно всё самим на развес брать. Вот такие развалии. Всего. Кракет. Круп разных. А тут андемсы детям берём. И здесь линд конфеты есть. Скиттлс? Ты же хотела андемс. Орехи. Орехи, кстати, тоже. Сейчас надо пойти орешков посмотреть. Поезд тут есть ещё. Ну и типа ещё как магазин претендует на здоровое питание. Здесь много интернациональной еды. И всяких там без сахара, без жира, без жирных товаров. Нужно набираться в ней. Даже эти чупачук всё нужно брать. Жора это нельзя делать. А есть нельзя отсюда. А Жора уже съел конфету. Вот тут продаются желе и формочки для патриотов. Я не знаю. Я не знаю. Пока не надо, Мась. Всё. Мы уже идём к кассе. Так мы купили практически всё необходимое. Единственное, что купили вот такие казинаки. Ну типа казинаков только с орехами. Ну, Деня Фиг себе накупил там на развес. Я купила кофе в шоколаде. Это кофейные зёрнышки в шоколаде. А, вот такое вы ещё купили, да? А, ещё я себе гранола купила для йогурта. Ещё ага. С йогуртом ставят. Холландемс, да? На пашкар. Ух ты, ребят. Что теперь делать? Что теперь делать? Сюда становиться? Да, да, да. Ужас. Что творится? Суббота вечер. Вот наподобие такой тележки мы отправили моей свекровью в Харьков, чтобы она на дачу ездила с ней. Возила в общем урожай. Вот она здесь 30 долларов стоит. Но мне её подарила моя американская знакомая. Вообще, наверное, она хорошо складывается. Очень-очень лёгкая. Типа алюминиевая, наверное. Я так думаю, что лучше, чем в руках пускать, лучше использовать её, конечно. Ну вот так вот мы сегодня погуляли. Сидим на скамеечке. Сидим на скамеечке. В ней он в Красте стоит. Очень небольшая. И все, мы поедем домой. Показать. Завтра ещё один приёздок и опять неделя. Показать. В ней он в Красте. Показать. 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 Продолжение следует...